Сгодна с распроджением президента Беларуси, 11 представников Гомельской области отримали премии специального фонда керавника краины по поддержке талиновитой молодости. Успись узнагородженных навученцы Гомельских мостатского колледжа, колледжа имя Соколовского и школы мостатства имя Чайковского. Отповедное посвящение отримал и уделник узорной студии церкового мостатства «Арена» с Мазыра. С талиновитым молодым артистом познайомились наши корреспонденты. У студии церкового мостатства 12-годовый Арсений Артюшка займается 6 годов. И он, саправды, уникальный артист. На этот раз, подчас тренировки, мазырский эквилибрист выкористовывает 5 катушек. Але подчас выступлений на международных фестивалях их колькасть побелешивается до 8. У свете такого номера нема ни одного молодого артиста. Сярод дорослых профессионалов стать одразу на 8 катушек могут усяго 6 человек. Номер саправды экстремальный, але самому Арсению таки экстрим подобается. Мне это, наоборот, нравится. Я люблю всякую высоту, экстрим. И плюс это еще и необычно. Поэтому мне это очень нравится. Мазырская арена – коллектив сам по себе уникальный. У разные часы тут может займаться до 100 человек. Некто вытремливает только несколько тренировок. Иншие застаются на годы. Природный талент, ожидание досягнуть творческих вышинь. И штадионные треходинные репетиции приносят добрые выники. За час иснования студии арена яе выхованцы примали удел у 67 конкурсах и фестивалях. И за все довертались с узнагородами. Россия, Китай, Германия, Куба, Италия, Турция, Израиль – майстерство молодых мазыран захоплялися у шмат яких краинах. У Беларуси эти успехи оценивали належным чином. Арсений Артюшка стал 20-м выхованцем студии, який отримал премию специального фонда президента по поддержке талиновитой молоди. Конкурсов очень много за эти годы. Это начиная с первого конкурса в Беларуси, когда-то в Климовичах была церковая номинация. И заканчивая сегодня, наверное, об этом конкурсе мечтают все артисты профессионального церкового искусства. Это Монте-Карло, где мы удостоены тоже второго места. И, в общем-то, вот эта награда представлена. И получившие за этот конкурс тоже гран-премию президентского фонда. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.